Привет, друзья! Сегодня нас пригласили в ресторан Амор и Мио на финал «Лучший повар». Сегодня мы узнаем, кто победит. Сегодня будут праздники, подарки, конкурсы. И только сегодня мы раскроем все секреты 2017 года. Огненный петух нас ждет. Петух всегда везде первый. Он ведет за собой курочек. Поэтому он и лидер. А еще петух со своей семьей ходит и никогда ее не оставит. Все, все, хватит! Вы сейчас все секреты 2017 года раскроете. Подождите, я узнал, что если у вас есть друг, который родился в год петуха, то он вам поможет стать успешным и везучим. Но только в 2017 году. Не упустите свой шанс. Живая еда? А что это такое? Там что, движется все? Пошлите, спросим. Здравствуйте! А что такое живая еда? Живая еда – это еда, которая приготовлена без термической обработки. Вот в этом аппарате, который называется дегидратор, она сушится. Мы свою пастилу готовим с помощью термомикса. Все это взбивается. Все, да? Взбито. Очень быстро. Можно показать, что там получилось в результате? Ну, вот, можно поближе подойти и ребятам показать, чтобы они видели. Вот прям поближе, вы не подойдите всем, чтобы не вставали. Вот такая она равная масла. Или даже бая, потому что она не подвергается термической обработке. Вот сейчас мы берем наш дегидратор. Вот он, видите, да? Здесь такие вот есть специальные листы. И на этот дегидратор, вот сейчас, да? Нардя покажет вам. Она выкладывает в взбитый термомиксе продукт. Вы видите, да? Такое готовое пюре, которое состоит из яблока, смородины и меда. Сахар мы не добавляем. Распрямляет вот это все. Ну, спасибо. Ложечка такой, да? 24 часа. Все это сохнет вот в этом, ну, высушивается при температуре 38-39 градусов до 40. Еда считается живая до 40 градусов. Если мы нагреваем ее уже свыше 40, то какие-то компоненты разрушаются под воздействием термической обработки. Здесь получаются свежие, можно сказать, фрукты, ягоды. И вот то, что мы вам сейчас, вас чем угощаем, поэтому мы называем это живое вито. Вся жидкость уходит, остается только клетчатка, остаются все витамины. И поэтому вот этот кусочек, который вы едите, он, ну, вот здесь 200 грамм примерно, здесь где-то кило 200, да? Кило 200, кило 300 фруктов и яблок. Вот как бы она вот таким образом усыхает. И сегодня мы приготовили для гостей нашего ресторана подарки именно из живой еды. Это вот эта вкусная сыроедная пастила, это вот эти вкусные батончики. Мы очень хотим, чтобы наши ребята ели не только вкусно, вкусную еду, но и здоровье. Привет, пап. Я знаю, что ты сегодня ведущий. И какие дети будут бороться за главный пицц? Сегодня он проходит финал конкурса «Классный повар». Сегодня принимают участие те дети, которые уже прошли финал. Будут три вида салата. Это первый крабовый салат, второй салат – это салат оливье в виде петушка, и третий салат будет мужской каприз в виде варежки. Спасибо большое, Паша. А какие сегодня призы будут? Сегодня будут участники бороться за самый главный приз. Это планшет и сертификат на 20 тысяч сенге. Второе место будет сертификат за 15 тысяч сенге. А третье место будет сертификат за 10 тысяч сенге. Паш, ну я желаю тебе удачи, ведь ты тоже играешь. Это сейчас давай, выиграй. Так, наш повар Дмитрий Старченко. Прошу вам аплодировать. Он этого заслуживает. Мне попался крабовый салат. Мне попался мужской каприз. Салат оливье. Салат оливье. Я первая пара с профессором. Сколько приз? Крабовый. Крабовый. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы хотим поздравить всех с наступающим новым 2017 годом. Хотим пожелать вам всем счастья, везения и удачи. И, конечно же, больших-больших успехов. А также мы хотим пожелать вам семейного благополучия, верных и приятных друзей. Наш концерт открывает Ибрагима Булра с песней про «Your Beautiful». «You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in the crawling place. И я не знаю, что ты делаешь. Потому что я никогда не буду с тобой. Привет. Здравствуйте. А ты какой салат делаешь? Салат я делаю женский каприз. А ты кто по знаку Зодиака? Овен. Овен в 2017 году будет непослушным и упрямым. Родители, не ругайте овнов. Они не виноваты. Виноват год петуха. Привет. Какой ты салат готовишь? Кто ты по знаку Зодиака? Близнецы в этом году будут учиться всему новому. Родители, кормите своих близнецов, чтобы у них было много сил. Салат я делаю салат из крабовых палочек. Называется крабовый салат. А кто ты по знаку Зодиака? Я стрелец. Стрельцы начнут заниматься спортом. А кто уже занимается, тот достигнет побед. Родители, готовьтесь к победам. Привет. Привет. А какой ты сегодня салат готовишь? Крабовый салат. А кто ты по знаку Зодиака? Телец. Тельцы в этом году будут добиваться своего. На поставленную цель они будут добиваться, добиваться, добиваться. Родители тельцов, наберитесь терпения. Ведь в этом году будет очень много споров. Львы будут в 2017 году любить только себя и будут непослушны. Родители, любите своих львят и все будет хорошо. Привет. Привет. Ты какой салат готовишь? Я готовлю салат на льве. Какого ты знака Зодиака? Я рак. Для раков будет Новый год тяжелым. И будет у них все меняться. И садик, и школа. Родители, берегите своих раков. Субтитры создавал DimaTorzok Привет. Привет. А кто ты по знаку Зодиака? Козерог. Козероги будут учиться в этом году хорошо и много читать книги. Родители, отправляйте козерогов на улицу, чтобы они дышали свежим воздухом. Привет. А кто ты по знаку Зодиака? Привет. Я Скорпион. Для Скорпионов этот год будет интересным. Они будут изучать науку. Родители, покупайте им много книг. Полетать, петерышка, Попыше деревья в небо, Как за твоим мы солнышком. Сидите, вей, тут и там. Полетать, петерышка, У-у-у-у-у-у За твоим мы солнышком. У-у-у-у-у-у-у-у Привет. Привет. А кто ты по знаку Зодиака? Я Дева. Знаешь, Девы будут очень много учиться, тренироваться, но постоянно будут забывать следить за своим здоровьем. Родители Дев, помогайте своим детям, чтобы они следили за здоровьем. О, Ярик. А ты кто по знаку Зодиака? Я Весы. Весы, знаешь, в этом году будут очень много заниматься родными, будут им помогать во всем, но постоянно будут про школу забывать. Родители Весов, помогайте им со школой, напоминайте им постоянно и сделайте их отличниками. Спасибо. О, Милана, привет. А кто ты по знаку Зодиака? Водолей. Водолеи могут попасть в плохую компанию. Родители Водолеев, не оставляйте и Водолеев одних. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Здравствуйте. Здравствуйте. А кто вы по знаку зодиака? Я, Рыба. Рыба в 2017 году найдут очень много друзей, хороших, из которых не будет страшно. Родители, готовьте встречать гостей в 2017 году. Привет. Привет. Шабас, я знал, что ты сегодня получил первое место. Вот какие у тебя сейчас эмоции, скажи мне. Эмоции очень радостные. Я не ожидал, что так будет вообще. Я думал, приду, поучаствую и уйду, как все. Но не думал, что первое место будет моим. Все эмоции мои. Спасибо родителям моим, что они вырастили такого сына. Ну, боролся я, как сказать, ну, с трудом. Старался, конечно. Все. Ну, какие у тебя трудности были, когда ты салат готовил? Вот смотри, я видел, что там Паша выиграл третье место. Ты думал, что ты хоть в финал вырвешься? Я думал, я вообще, ну, как сказать, три тура же было, да. На первом этапе я же не пройду. Шабас, я вот знаю, что ты выиграл все. Молодец, круто. А вот я тебе хотела спросить, ты будешь продолжать этим? Ну, продолжать я собираюсь, потому что я в школе еще второе место занял. У нас там таинственная Франция была такой конкурс. Я приготовил, мне второе место вручили. Ну, мне все говорят, продолжай, открывай свой ресторан. Отец что же самое говорит. Ну, я думаю, что продолжу. Что вы пожелаете нашим телезрителям на 2017 год? Счастья, здоровья, семейного благополучия, верных и преданных друзей. Я пожелаю удачи, здоровья всем и радостного настроения. Ну, а я хотел бы пожелать всем нашим телезрителям, конечно же, счастья, удачи. С Новым годом, друзья! Пока-пока! С Новым годом, дорогие друзья! Пусть не клюет, а уважает и помогает вам во всем. Пусть Новый год, как в старой сказке, прибудет счастье в каждый дом. С Новым годом!